Глава исполнительного комитета нацсовета реформ Михаил Саакашвили выступил против введения квот на импорт минеральных удобрений. Он намерен поднять этот вопрос на встрече с премьер-министром. Об этом он сообщил на онлайн-встрече с бизнесом 2 июня. «По ситуации с удобрениями я вчера направил министру экономики письмо. Мы будем это обсуждать с премьер-министром. Мне кажется, мы это остановим», — сказал Саакашвили. Он назвал инициативу по квотам классическим случаем лоббирования интересов монополистически-олигархического бизнеса. «Ситуация следующая. Защищая украинского производителя, в итоге закрывается импорт не только из России, но и из Европы, которые на 30% дешевле обходятся, чем из России. Ситуация простая. У нас есть монополист-олигарх. В данном случае это Фирташ и, насколько я понимаю, Бахматюк. Они поделили рынок», — рассказал глава исполкома надсовета реформ. По словам Саакашвили, с другой стороны, есть небольшие производители удобрений, которые прекрасно конкурируют и получают прибыль. В этом контексте он привел пример завода по производству удобрений энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. «Почему-то это маленькое предприятие работает, и не только ДТЭК, но и несколько других хорошо работают. Если они хорошо работают, почему другие нет?» — спрашивал он. Также Саакашвили был задан вопрос, когда можно будет увидеть конкретные дела в сфере реформ. Михаил резко ответил, что ему надоели подобные упреки, а украинцы, если хотят изменений в стране, должны начать делать что-то сами. Что значит конкретные дела? «Ой, Саакашвили пришел», — разочаровал людей. «Да пошли все к черту! Кто так думает?» — гневно отреагировал глава комитета по реформам. «Занимайтесь своим делом, а не этой. Надоело мне это. Ой, назначили. А когда будут дела?» «Все в ваших руках. К чертовой матери, сколько можно? А мы так надеялись». Разочаровал. «Сами пошевелитесь». Ситуацию активно комментируют в сети. «Давайте меньше разговоров. Уже годовщина будет. Месяц. Хочется как быстрее видеть результат. Удачи. А когда будут дела? Конкретные. И по МВФ откажитесь. Уже и Саакашвили есть, а ничего не меняется». Можно отметить, что финансирование для работы исполнительного комитета национального совета реформ, которым с недавнего времени руководит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в украинском бюджете не предусмотрено. Об этом в среду сообщило Государственное управление делами. Положение о Национальном совете реформ, утвержденное указом президента Украины, предусмотрено, что председатель и другие члены совета принимают участие в его работе на общественных началах. Организационно-техническое обеспечение деятельности надсовета реформ финансируется офисом президента, государственным управлением делами в рамках компетенции. Сообщаем, что государственным управлением делами расходы на обеспечение деятельности Национального совета реформ не планировались и не производились.